всем с доброго утром всем с добрым обедом вечером кто как нас будут а для вас на обед короче мы выселились ключи положили почтовый ящик для меня было сюрпризом когда я встала на полтора часа раньше чем с месяца чтобы приготовить завтрак погладить вещи но как видите мы нифига не нажимаем доска есть поставка под рукавчики есть утюга за 1400 утюг не прилагает за 3600 с утюгом да лучше предупредили кстати стирки в квартире тоже не было это к тому что бывает же люди едут например на дальнейшем и ты понимаешь нужно постирать да а там тазик вот эти моменты это к чему просто нужно заранее выяснять а если у вас вот то-то то-то то что вам нужно а так в принципе не за я спала без одних лаппи настолько тоже не был фиолет как бы на одну ночь переночевать пойдет на две-три это уже проблем проблем а я свой все своих просят так как дрон живет очень обильно батарейку а мне их всего ограниченное количество всего лишь и трех штук перед сном я посмотрел сколько стоит вот одна вот такая батареечка вот вот сегодня пипелька вот это вот батареечка до 10000 рублей за что поэтому чтобы быть всегда заряженным я придумал новый став я сначала хотел провести эксперимент с бустером которые заводят аккумуляторы зимой зимой у кого все же аккумулятора вот при помощи это прибуду можно завести машину я хотел через вот где она вот через преобразователь 12 220 вольт подпитать бустер присоединить батареи это розетку и заряжать тем самым аккумулятор в дороге который разрядился при полете но данный сетап у меня не пошел не не оселяет повербанк преобразователь 12 220 вольт мы поступили проще я подсоединил где где-где-где-где блин напрямую на 12 на розетку на 12 вольтовых да что ты никак вот и теперь все хорошо будет дороге заряжаться вот заморочился но батареек 10000 поедем куда поедем тоже самое ты уже сама и заехал на урал все мы поехали Мы буквально в 3 километрах от населенного пункта Караедель. Здесь рядом находится пролив Золотарева, над которым сейчас как раз летает коптер. Очень красивое место, такое, знаете, спокойное, даже несмотря сейчас, что, ну, довольно-таки уже не раннее утро, по местному почти 9 часов утра, птицы, чириканье, если подойти к воде, настолько прозрачно, что видно даже плавающих рыб. И что-то большое такое из куста выпрыгнуло, нырнуло и ушло плавать. Не поняла даже, что рыбку видела, ну, больше, чем 10 сантиметров, больше, чем с ладони размера. Вот, птицы поют, вот, кто-то каркает, кто-то чирикает, квохчет. Очень классно. Воздух, просто ложкой ешь. Думаю, если хотите где-то отдохнуть в районе Башкирии, ищите такое место, ну, такое, знаете, да, симбиоз. Урала и Башкирия, и вот это вот как раз здесь. Очень красивые места, леса, зелень. Честно, эмоции просто зашкаливают. Ну, настолько здесь, настолько здесь классно, тихо и спокойно, что, я знаю, что люди сюда приезжают с палатками, даже это видно, вот стоят какие-то на вещи. Люди отдыхают, заряжаются, кто энергией, кто просто свежим воздухом дышит. В общем, место, которое однозначно стоит посетить, если вы движетесь по такому же маршруту, как и мы, либо просто любите нашу российскую природу, находите вы очень много интересного для себя и ценно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 приобрести вот именно в таком красивом месте в доме и сюда приезжает за место югов отдыхать купить лодочку себе небольшой мотор на выучиться на нее до права и спокойненько плавать рыбачить да не бездорожье нас ждет во первых перед бездорожьем потомный платный мост мы хотели проехать по новому мосту но почему-то он закрыт по нему по нему нельзя как говорится ехать поэтому мы вам сейчас покажем платный мост потом 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 антон сами знаете о красный белый давайте как раз меняем денежку и поедем река уфа да поедем ну сейчас разберем и вам покажут обменяла молодец лохопедом мы мы с говорим 222 что у нас с тобой обшиты женским органом но это бесплатно но раньше наверно можно было платить а сейчас вот а сейчас он бесплатно короче дети получили игрушку просто так вот так вот вот он мостик меня вы страшно Согласитесь, тут живописные места Зацепимся, чтобы ничего не заломать Говорящая голова профессора Доле Сколько мы уже по горам-падалам лазим? 25 миллионов, 25 часов А еще края нету За счет того, что идет строительство дороги Карадель к Тастубу, там еще какой-то панкорд, да? Да Графика совершенно сбит напрочь Мы даже не знаем, в какой части мы уральских гор ходим на машине Но я даже предполагаю, что мы еще половину не проехали Вот это, хребты вот эти половины В общем, мы... Едем, где попал, где-то развилки, объезды какие-то Я такой дорогой не знаю Едем на 8 Но Виста спасает нас квадрокоптеры Где мы заблуждаемся И сомневаемся в дороге Мы поднимаемся на верхней квадрокоптере Мы смотрим, куда дорога ведет И решаем, принимаем решение в ту или инстурную ехать Вот как гоняют место Не один раз сломался пропеллер Да, кстати, мы у коптера потеряли одно крыло Это когда мы снимали облет машины, я делал автоматически Квадрокоптер не заметил дерево в лесу И ты И я не заметил И он на этом дерево упал А я заметил, как он по стихле так Вых! Да, ну это тоже Об машинку зател Об машин еще и зател Ну он быстро успел взлететь Короче, пока я чуть-чуть задремала Нельзя дремать Тут такой экшен происходит Да Мы даже поржали Папа, мы даже поржали Не знаю, будет заметно, я переслышу Не знаю, слышно Где-то больше не тут же Не знаю, покажу, пожалуйста Вау! Тут такая красота! И рука моя! Ален, ты мне ушел, что ли? Давайте что-то приготовим Дагестанские горы Кавказские Ну мы в Дагестане были Но в Кавказске Кавказские горы Завораживают Своей высотой Отвестными Скалами Могуществом Да, вот это все Но они лысые Максимум У них Дрова растет И немножко Деревья Уральские горы Вот мы с Татьяной Павловной Едем И вот Смотрим И удивляемся Тоже такой же Отвестный склон Но все деревья Ровненькие Как струнка Высокие Как прям Вот Как солдатики стоят Ну Своя красота Горостикор Самый низкий В территории России Современной России Ну не самый старый Да Во всем мире Вообще-то считает Самый-самый старый город Вот Вот Перевернил Смотри Они высокие Вот я езжаю Ради интереса Можно сейчас Квадрокоптер запустить И я посмотрю Сколько сейчас метров На сколько метров Поднимется Да Вот еще один Джигит Ну это Это Башкирский Джигит Значит мы правильно едем Да Потому что нам уже Две машины попалось Ну раз сказал Давай сейчас померим Давай Сейчас скажем Вот как раз На том вот Краешь На крайнем Дереве Мы сейчас поверим Померим Усоку Квадрокоптер Смотрите Насколько увлекся Коленки все грязные Зато да Как слег Вышел Я говорю Что с коптером Кролоптер Кролоптер Все Сейчас включим Померим Включим Для чистоты эксперимента Мы сейчас вам покажем Будет Как все выглядит С дроном Вот мы можете Вот GPS не видит у вас Сейчас GPS По Башантин The home point Has been updated Please check it On the map Так Ну вот приблизительно Вот смотрите 30 метров В среднем Дерево По высоте В среднем 30 метров Возвращаемся Населенный пункт Буртым Юрьевич Пожалуйста Вам слово Вы уже Прекрасно Могли Заметить Что Эта деревня Можно сказать Находится Посередине Уральских гор Между Крыделем Ты что-то снимаешь Тебя По плечу Да Между Крыделем И Тастубой Деревья Такая Очень специфичная Заброшка Заброшка Вот Заброшные Дома Сумные Это все Заброшка Тут Знаешь Такое первое числение Деревня Как будто Время остановилось Замерло Она такая Самобытная Деревня Такая Люди Живут В отдалении От цивилизации Честно говоря Вот прям Хоть и расстояние С каждой стороны Приблизительно 30 километров До каждого Ближайшего населенного Пункта Но Ехать Приходится Ну Минимум Два часа Вот Чтобы Доехать Ой Юрьевич Ты прям трясешься Вот видите И то мы едем Сейчас Вот 20 км Не больше Сильно трясешься Я тебя не удерживаю Ты бегаешь Много Много Заброшенных Домов Наверное Кто хочет Вообще Уделиться От быта От людей Интернета Нет Да И интернета Кстати тоже нет Ни радио Ни тренинг Мобильной связи Тоже нет Только Максимум Спутник и телевизион Тарелок У людей На домах Не видно Кто хочет Максимум Или как Или минимум Давай Минимум Сделать Лайтово Жить Немножко Обособленный Дикарем Может сюда Спокойно Приезжай Вас тут лишний раз Не достанут Даже магазин Даже богатин Есть под названием Бартым А вы что хотите сказать? Я Ничего не хочу сказать По идее Мы должны Еще одну Вторую деревню Проехать Тут На нашей дороге Должно быть их две Почта Матрюк Не совсем Но с учетом Реконструкции дороги Но укладки Полотна Дорожного Тут Мы Поднять Даже не можем Какая-то деревня Первая На нашем пути Или вторая В общем Мы уже запутались И просто едем Едем Просто чтобы ехать А магазин Покажите Вот это Особенность Урольских домов У них Смотрите Крыша Отвес Крыша Заканчивается Она как грибок Домик Кто знающий Знает ответ А мы еще не в Свердловской области Мы в Башкирии Но здесь недалеко И уже Поэтому Переплетение Уже Так оно Прямо Отслеживается Знающие Знают Почему Так делают Большое Отвес У кайка Не кайка А как Отвес Крыша Как грибок Хоть даже И вот Трехокончатый Дом Но крыша Она уже Не как Нашим Средним Поволжье Узик А вот так же Грибок Массивные Да Массивные Это чтобы Снег из-за Заметать Да Создается между крышей И стеной Турбулентный поток И снег Вон Дальше пролетает А ток он уходит Да Раньше Твоя мамка же рассказывала Кайку Давай Твоя мамка же рассказывала Что в ее детском возрасте На Урале Засыпало Снегом По крышу Мамка когда там жила Еще Засыпало Прям до забора До ворот Что нужно было Тоннель прокапывать Чтобы выйти А если Крыша Ровно Переходит Стену Соответственно Снегу Ничто не мешает В два раза Быстрее Наполнится До самого верха А крыша Она как раз Не дает Тот Эффект И оставляет Между стеной и крышей Пространство Тем самым Даже с балкончиком Не засыпая Но это Мое Попала Вот Кстати Вот Тоже Видишь Крыша Широкая Дикие люди Приехали С камерами Тычет Глаза Камерами Вот Дорога Смотри Она будет Обходить Теперь Не по деревне А Вход Что я скажу Сколько там еще есть Кто хочет Именно По этой дороге Проехать Я скажу На пузатерках Сюда не суетесь Вообще Вот Надеюсь Либо мы были На Димке На мой Или мы уже Развернулись Да нет Я бы сразу Но кто хочет Увидеть красоту Уральских гор То стоит Ну и горы Конечно Какие-то Нет Это не горы Сами горы Уральские Дальше Это как бы Развышенность Если вы не спешите И едете Как турист Наслаждайтесь Природой То Можно Один разок Проезд Интересно Да Интересно Именно Сам переезд Ну где-то Займет Займет Три часа У вас Это 70 километров Вы будете ехать Три часа У нас больше С учетом полетов Да Ну с учетом полетов Да У нас 4 часа Больше Наверное Даже Когда выйдем Дальше Едем дальше А сколько нам еще ехать Мы грубо в середине Да Я не приняю Свои вещи Мы вроде по старой Едем А потом Раз Наредем На новый участок Дороги Мы как-то Веляв там Делаем Да Потому что сейчас Дорога так идет Немножко Ну как бы Непривычно И мы Несколько красивых мест Пропустили Которые планировали Увидеть Здесь ориентировано Что по какой я дороге еду Вообще По объездной Я сейчас поехал Короче мы просто едем Просто прямо Едем Просто прямо И рано или поздно Мы выйдем на Тастубу Все Димочка Бородой Бородой Ой Мы тут 6 минут Наговорили Да Было Все Наговорили Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok